Друзья, сегодня я бы хотел поделиться с вами опытом использования наушников, которые называются J-Bird. Появляют они вот таким вот образом. Это крутые беспроводные беговые наушники, которые вы можете использовать для занятий спортом. И легкая, тяжелая атлетика, все что угодно. И если вы сейчас смотрите в сторону того, чтобы прикупить какой-то девайс для этих целей, но не знаете, что выбрать, продолжайте смотреть этот обзор. Мы поговорим о технических характеристиках, а также о плюсах и минусах. Сейчас переместимся на улицу, и я раскрою чуть более детально все эти подробности. Поехали! Итак, я решил снимать не на улице, а в зале, потому что на улице адовое жарихе. И давайте перейдем к техническому обзору вот этих вот наушников. Наушники беспроводные, они потоустойчивые. То есть, если вы человек, который очень сильно потеет, вы можете не париться. Или если вы, допустим, бегаете в дождь, это тоже не проблема, потому что они очень-очень влагоустойчивые. У них есть силиконовые вставки, которые позволяют, в принципе, подогнать эти наушники под любые виды ушных раковин. То есть, большие у вас уши или маленькие, это тоже не проблема. То есть, вы можете насчет этого не волноваться. В комплекте идут силиконовые вставки абсолютно любых размеров, и вы можете использовать их по своему усмотрению, исходя из вашей комплекции. Это очень удобно на самом деле, поэтому прям жирный плюс. Наушники являются затычками, поэтому они очень сильно изолируют шумы окружающей среды. Что хорошо, если вы бегаете где-то в защищенной зоне типа нашего экопарка. И что очень плохо, если вы, допустим, бегаете на улице. То есть, это очень-очень опасно. Я вам настоятельно не рекомендую это делать. То есть, бегаете всегда в какой-нибудь закрытой зоне, где вас случайно не собьют или не заденут. Потому что наушники прям на 80-85% изолируют все шумы. Производителями заявлено 8 часов бесперебойной работы, что в принципе так и есть. Потому что вот за все время использования я их, наверное, заряжал раз в две тренировки. Может быть, даже раз в три тренировки. А тренировка у меня так достаточно длится долго. И бывает по час, бывает по полтора часа. Поэтому это мне позволяет не париться на протяжении, наверное, практически всей недели. А тренирую себя почти каждый день. Поэтому, если вы очень активно занимаетесь спортом, это тоже не проблема. Опять же, большой плюс. Еще один очень интересный факт. Заряд. Примерно 15 минут зарядного времени этих наушников даст вам возможность на протяжении примерно часа спокойно слушать музыку. То есть, это вообще не проблема. Также один момент. Принимать звонки вы можете с них легко. Прям очень легко. То есть, там есть кнопки. Я их сейчас вам покажу. На которых вы сможете просто принять, отклонить вызов, сделать громче, переключить на другой трек. И так далее. Также есть приложение для очень тонкой персонализации звука. Что тоже является большим плюсом. Потому что вот сейчас на экране я вывел само приложение. Которое позволит вам максимально прям верхние и нижние частоты регулировать. То есть, это тоже большое преимущество. Потому что у многих наушников, которые я анализировал на рынке, такого просто нет. Либо у них очень ужасное китайское приложение, которое вообще прям вырви глаз. И оно прям не позволяет сделать максимально точно. При наших температурах работает без каких-либо проблем. В нашу жару, вы знаете, в Узбекистане очень-очень жарко. И я еще не испытывал проблем. Хотя бегал и в самую жару, и вечерочком. То есть, проблем никаких не было. Наушники работают отлично. И никаких ошибок в этом плане я не заметил. И самое главное, напоследок, сделаю небольшой шейк-тест. Который подвергается, наверное, почти всеми наушниками. И это есть показатель того, насколько они держатся в ушах. Поэтому давайте я их надену. Вот так они у вас будут в ушах выглядеть. Я очень плохо себя сейчас слышу. Потому что, как я вам сказал, они очень сильно подавляют окружающие звуки. И в том числе и мой личный голос. Поэтому давайте проверять. Смотрите, вылетели наушники. То есть, как вы видите, сами провода, они немножко бывают, уходят в сторону из-за непосредственно пульта управления. Но это не проблема, потому что в комплекте у вас идут такая заклепка. Что-то вроде защепки, которая позволяет вам вот сюда их прилепить. Но, честно говоря, постоянно использовать эту заклепку для разного рода одежды, это не очень удобно. Поэтому, в принципе, можно не париться. Потому что вот так мотать головой вы вряд ли будете на протяжении постоянного времени. То есть, максимум это бег. Либо занятие в тренажерном зале, в котором мы сейчас находимся. Итак, это был очень краткий обзор беговых наушников, которые я использую сейчас почти каждый день. Надеюсь, кому-то этот обзор будет интересен. Возможно, кому-то нет. Но, если интересно, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Потому что в будущем я постараюсь поднять качество обзоров на совершенно новый уровень. И преимущественно буду, наверное, делать обзоры для инструментов для блогеров, которые я сейчас использую, которые, собственно, приносят мне уже определенный доход. Это и петлички вот такие вот, это и какие-нибудь экшн-камеры типа вот этой. И, надеюсь, в перспективе вам будет интересно смотреть мои обзоры. Я постараюсь, опять же, поработать над ошибками. И я очень-очень вас прошу, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам что-то не понравилось. Или подчеркните те моменты, которые вам понравились. Я обязательно прислушаюсь к каждому из них. Я отвечаю всем. И я постараюсь все свои ошибки исправить. Пока, наверное, все. Если у вас есть какие-то еще вопросы непосредственно по наушникам, пожалуйста, задавайте их, опять же, в комментариях. Я со своей стороны максимально постараюсь передать мой опыт. И, возможно, вам эта информация будет полезна. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что досмотрели до конца. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok